Смотрите сегодня в выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На строительство участка газопровода высокого давления потратят 54 миллиона рублей. На строительство улицы Чапаева выделили 51 миллион и почти 300 миллионов на продолжение реконструкции очистных сооружений в рамках проекта «Оздоровление Волги». Настоящий проект прошел экспертизу и согласован Министерством финансов Нижегородской области и на проект получено положительное заключение контрольно-счетной палаты. Депутаты проголосовали за корректировку бюджета. Также на сессии обсудили инициативу председателя Думы наградить почетной грамотой Сарова заместитель директора ядерного центра депутата ЗАГС Собрания области Юрия Якимова. В 2020 году, когда начался ковид, по инициативе Якимова было открыто дополнительно два центра вакцинации для ветеранов города, пенсионеров города и почти полторы тысячи неработающих пенсионеров в этих центрах было вакцинировано. Была инициатива организована доставка бесплатных лекарственных адресов, тоже считающие цифры, порядка полутора тысяч адресов была отмачена. Также Юрий Якимов организовал ряд благотворительных акций, в том числе по доставке гуманитарных грузов в зону СВО. Депутаты проголосовали за награждение Юрия Миновича почетной грамотой Сарова. В середине марта дорожные службы начали ямочный ремонт дорог. По словам начальника дорожного участка ДЭПа, ремонт обещали закончить в течение 10 дней. Сейчас конец марта, но качество асфальта на проезжей части видно невооруженным глазом. То здесь, то там зияют маленькие и большие ямы, а машинам приходится их объезжать, чтобы не повредить колеса и подвеску. В ГИБДД есть специальная структура, которая следит за работой дорожных служб. Нашей компетенцией относится к вопросу контроля за обслуживающими организациями. То есть непосредственно в нашем городе это является дорожное эксплуатационное предприятие. Соответственно, у нас есть такое направление, инспектор дорожного надзора. Соответственно, он занимается контролем за данными организациями. Соответственно, принимает меры в данных ситуациях, если что-то такое происходит. Инспекторы дорожного надзора ежедневно проверяют состояние дорог, рассматривают обращения граждан. В случае, если ДЭП несвоевременно ремонтирует выбоины на дорогах, организация объявляет предостережение. По словам заместителя командира отдельного взвода ДПС Андрея Мартышкина, сейчас состояние дорожного асфальта оценивают как удовлетворительное. ДЭП уже занимается устранением данных выбоин. Соответственно, у них там асфальтный завод запустился на этой неделе. В принципе, я думаю, устранят в короткие сроки сильные недостатки, которые имеются. Если автомобиль попал в яму и получил повреждение, или если авария произошла из-за объезда асфальтовых выбоин, кто виноват – водитель или обслуживающая организация? В ГИБДД нам пояснили, что вину в этих случаях они не устанавливают. В вопросе разбирается инспекция дорожного надзора. В данном случае гражданин должен вызвать наряд ДПС. Соответственно, они должны выехать на место, замерить данную выбоину или дефект в дорожном полотне. Ну и, соответственно, уже в свою очередь гражданин должен добросовестно явиться в ГИБДДД для оформления данного ДТП. Ну и, соответственно, уже потом предъявлять претензии организации обслуживающей, то есть дорожно-экспрессионному предприятию. Напомним, что в апреле с установлением тёплой и сухой погоды ДЭП планирует фрезеровать ямы на дорогах и сделать более качественное асфальтовое покрытие. Светлана Ярунова, Евгений Шикрев, Евгений Ващенко. Служба новостей Саров, 24. 63% такой объём строительных работ уже выполнили в ходе капитального ремонта школы номер 11 на улице Павлика Морозова. Отставаний по графику нет. Все работы планируют закончить точно в срок 30 июня. О состоянии объекта чиновникам и журналистам рассказал представитель генерального подрядчика компании ООО «Мастер кровли» из Чебоксар. Сейчас на данном объекте приходится сайт монтажной работы, монтажной работы, монтаж системы вентиляции, монтаж системы отопления, водоотведения, холодного горячего водоснабжения. Чистично выполнено благоустройство. Отставаний по графику работы нет. Напомним, на капитальный ремонт здания выделили порядка 180 миллионов рублей. К работам приступили летом прошлого года. С сентября по декабрь школа функционировала. Ремонт совмещали с учебным процессом. Однако в январе здание закрыли, а учеников распределили в другие образовательные организации города. Недостатков рабочих нет, утверждает подрядчик. Сейчас на объекте трудится около 30 человек. К благоустройству территории приступят, как только сойдёт снег. На благоустройство мы выйдем сейчас, как только сойдёт снег, и после этого будем заниматься. У нас осталась только вот эта сторона. По правой стороне мы практически закончили. Значит, резиновое покрытие у нас здесь предусмотрено, спортивные площадки, установка мафов, замена отмазки, устройство дорожек с брусчатки, игровые зоны, площадки, ремонт стадиона. Распахнет 11-я школа свои двери для учеников уже в новом учебном году. Обновлённое здание планируют отдать для начальных классов. Среднее и старшее звено будет учиться в новой 11-й школе на Азорге. Работы там планируют проверить в ближайшее время. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24. Кто такой конструктор? Чем занимается радиотехник? Зачем нужны физика и химия? Уже второй раз для учеников Центра образования Дворец детского творчества Ирфиа Цуньев проводят встречу в рамках профориентационного проекта «Профтренд». Год назад младшеклассников уже знакомили с миром профессий. В этом году решили рассказать о других направлениях. У нас в этом году четыре площадки – физика, химия, конструирование, радиотехника. Мы выбрали такие направления, которые востребованы в ядерном центре и которые могут быть интересны ребятам уже в начальных классах. Ведущие площадок постарались показать свой предмет не как сферу серьезных исследований, теории и формул. Специалисты, а среди них были в основном те, кто уже имел опыт проведения подобных встреч, раскрывали другую сторону науки, сторону чудес и необыкновенных открытий, совершить которые по силу каждому ребенку. Интересно было не только детям, но и сопровождающим их взрослым. В прошлом году наш класс участвовал в этом проекте. Очень детям все понравилось. Интересные профессии. Дети узнали очень много нового и интересного. Детям в простой доступной форме все объясняют. Им очень все нравится. На физике ребята изучали законы поверхностного натяжения, свойства жидкости. Дети проводили опыты с иголкой и выясняли, почему в одном случае она держится на воде, а в другом тонет. На станции конструирования те, кто постарше, учились использовать специальные лекалы и шестеренки и с их помощью создавать необычные узоры. А первоклассники делали ленту мебиуса. В ведущей станции специалист ядерного центра Дмитрий Дарьюшкин рассказывал, где в жизни применяют эту ленту. Большой интерес у детей вызвали радиотехника и химия. Мне больше всего понравилась химия. Там было очень интересно. Там мы проверяли, как найти крахмал. И мы там пускали таблетку, в которой была аскорбиновая кислота. И она забирала весь йод. И даже целая банка йода становилась, как обычная вода. Мне понравилась радиотехника. Там мы изучали, какие бывают средства связи. Как раньше общались древние люди. Как начали общаться потом. Через почту. Там мы... Еще у нас были рации. Мы по ним разговаривали. Мне больше всего понравилось, что мы там сметану сделали. Ее красили. Желтый и черный, сиреневый. Еще мне понравилось с приемником. Мы его закапывали. В апреле в рамках проекта «Профтренд» пройдет атомный квест и День увлекательных наук на базе 2-й гимназии 3-го лицея. Екатерина Опенова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24. Предоставить возможность всем детям из всех школ города поступить в 5-й классы лицеев и гимназии. Это основная задача, которую ставит перед собой департамент образования. В этом году свои силы могут попробовать все четвероклассники Сарова, независимо от места прописки. Главное – пройти индивидуальный отбор. Это наш первый год. Это наш год, когда мы апробируем нашу систему. Могу сказать, что безусловно, что мы не лидеры в этой области и что большинство крупных городов давным-давно перешло на эту систему. А самое главное, что вы должны понять, что ребенок тянет и справляется с той нагрузкой, которая дается ему и будет даваться при достаточно высоком темпе и при достаточно высокой проходимости материала. Приемная кампания в лицеи и гимназию стартует 15 апреля. До 22 апреля включительно эти школы будут принимать заявления от родителей четвероклассников. Каждая образовательная организация принимает свой пакет документов. В этом году лицеи 15 набирает три класса. Третье лицеи и вторая гимназия по два класса. В каждом классе в каждой из этих школ будут учиться по 25 детей, не больше. Уже в 20-х числах апреля начнутся вступительные испытания. Гимназия 2 проводит два вступительных испытания. Это комплексная работа, которая включает в себя и русский, и математику одновременно. Соответственно, мы понимаем, что объем русского языка и математики включен в меньшем объеме, чем он будет включен в отдельных вступительных испытаниях в лицее 3 и в лицее 15. Почему? Вы можете догадаться, что основной предмет, который необходим для поступления в гимназию, это английский язык. В лицее школьники должны будут сдавать отдельно математику и русский язык. Математику проверяют на более высоком уровне. Работы, которые дети будут писать при поступлении в эти школы, разные. Критерии начисления оценок тоже разные. Распределение баллов, чтобы вы имели представление. Английский 25 баллов, комплексная работа 25 баллов. Математика и русский, как распределяется в лицее номер 3 и в лицее номер 15. 15 баллов за русский язык и 35, так как это базовый углубленный предмет, 35 баллов. Даты вступительных испытаний в каждую школу есть на сайте образовательных организаций. Для детей, которые пропустили испытания по болезни, предусмотрены резервные сроки, но при этом обязательно будут требовать наличия медицинской справки. Также при индивидуальном отборе будут учитывать итоговую оценку за четвертый класс. В лицеях по математике, в гимназии по английскому. Пятерка дает 5 баллов, четверка соответственно 4. Дополнительные баллы может дать и портфолио. Победы и призовые места в школьном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников вы писали в этом году по математике и русскому языку. Итак, соответственно, если вы имеете диплом победителя, у вас 2 балла. Если имеете диплом призера, то 1 балл. Следующий большой блок – это участие в Олимпиадах и конкурсах из перечня Министерства просвещения и Министерства оборонауки Российской Федерации. Можно предоставить и дипломы за Олимпиады и конкурсы не из перечня, но не награды за онлайн Олимпиады или платные конкурсы. Они в расчет не идут. Дополнительный балл даст ребенку диплом призера или победителя в спортивном или творческом соревновании. Но нести всю папку грамот не надо, достаточно одного документа. Вся подробная информация о поступлении в лицее и гимназию есть на сайте Департамента образования и этих образовательных организаций. Екатерина Пенова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24. История сценического искусства в нашем городе началась в 1949 году. 30 апреля в перестроенном здании церкви Серафима Саровского по приказу директора объекта Павла Михайловича Зернова открыли театр. А осенью на его сцене состоялась премьера «Гальдони-трактирщицы» и «Роковое наследство Шейнина». Первого режиссера Владимира Николаевича Бернца пригласили в наш город из Малого театра России. Программы и афиши поначалу писали просто от руки. В первой труппе было всего семь драматических артистов, но уже к 1953 году их число выросло до 26. Ежегодно театр выпускал 6-7 новых спектаклей. Первыми и постоянными зрителями были ученые, чьи имена сегодня известны всему миру. Андрей Дмитриевич Сахаров, Юлий Борисович Харитон, Евгений Аркадьевич Негин и другие. Новая страница в истории театра началась в 2006 году, когда на проспекте Музруково состоялось торжественное открытие построенного здания. Яркий образец постмотернизма. В основе архитектурной концепции лежит метафора прорыва культуры сквозь серую повседневность. Из нагромождения грубого гранита наружу прорывается светлый объем, отсылающий к античной классической архитектуре. Так строение характеризовал саровский архитектор Александр Аблесимов. Настоящая магия творится под этими сводами. На сцене саровской драмы за эти годы сыграны сотни спектаклей, многие из которых и по сей день хранят в своем сердце саровские зрители. В репертуаре театра самые разнообразные постановки. Классика и современное искусство, академические и экспериментальные постановки, спектакли для детей и взрослых. Сценическое искусство сегодня не кануло в лету, а наоборот, пользуется огромным спросом у горожан. Билеты на премьеры разлетаются в считанные часы после того, как попадают в продажу. Любите ли вы театр? Если да, то за что? Театр? Хороший театр был. Спектакль? Да, ну вот мы хотели попасть в наш театр, сестра приехала, билетов нет. Мы там хотя бы встречаемся с кем-то. Вчера были на премьере, было все шикарно, очень понравилось. Белоснежкой «Семь гномов» был спектакль. Я еще была летом в лагере, вот ходила на него вместе с классом. Нам очень понравился этот спектакль тем, что он очень добрый, красивый, яркий, красочный. Я бываю довольно нечасто, потому что билетов практически нет. Мне очень нравится, очень хороший спектакль, очень хорошие у нас актеры. Сейчас очень такая талантливая актриса молодая приехала, очень нравится ее выступление. Канал 16 поздравляет коллектив драм-театры с профессиональным праздником – Днем театра. Желаем больших творческих успехов в воплощении идей и вдохновения. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Ивашенко, Служба новостей, Саров, 24. Поменялись местами. Школьники попробовали себя в роли наставников. Для педагогов они подготовили четыре мастер-класса в рамках форума ученического самоуправления «Наставник в деле». Группы участников по очереди осваивали игру на классическом и лепестковом барабанах. Лепестковый барабан еще называют глюкофоном. Он – полная противоположность привычной многим шумной версии барабана. Его звуки скорее дарят расслабление и умиротворение. На третьей станции учились японской технике создания картин из ткани кинусайга. В финале путешествия педагоги узнали, что в фотографии означает горизонт и почему он может быть завален. И еще много других премудростей по созданию удачного кадра на телефон. Посетила мастер-класс «Барабанный марш» и «Музыка жизни». Очень понравилось играть на барабанах. Дети молодцы, очень ответственно подошли к подготовке. У меня только положительные эмоции. Когда мы шли на мастер-класс, мы думали, чему же нас могут научить дети. Оказывается, это очень интересно и познавательно. И это захватывает. И оказалось, что не только советник может быть наставником, но и дети могут многому нас научить. Дизайн, дебаты, проектный интенсив, деловая игра и презентационная площадка. Для участников форума подготовили насыщенную программу работы. На площадке деловой игры ребята учились строить дом самоуправления. Для начала определяли качества, которыми должна обладать команда ученического самоуправления. А потом решали, где именно их разместят – в фундаменте или на крыше дома. А что и вовсе отправят в трубу, как деструктивное, мешающее сплоченной работе. Я считаю, что самыми важными качествами является сплоченность, способность организовать мероприятия для того, чтобы не было ссор. А даже если бы они были, они были по делу и быстро решались. А также еще нужно отметить взаимодействие между участниками и другими коллективами. С помощью этой игры мы можем отделить хорошие качества от плохих и понять, что правда важно в коллективе, чтобы он был хорошим, дружным, сплоченным. В форуме приняли участие совет обучающихся, лидеры и активисты детских общественных объединений, старшие вожатые, советники директоров по воспитанию, классные руководители, руководители приоритетов воспитания родителей. Он стал масштабной площадкой по созданию новаторских творческих идей, которые в дальнейшем могут быть реализованы в саровских школах. Как вы знаете, этот год – год педагога и наставника. И вот таким замечательным форумом мы открываем этот год. И надеюсь, что сегодня вы получите много положительных эмоций, много полезной информации и уйдете с идеями для дальнейшей реализации в своей школе. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Ивашенко, Служба новостей, Саров, 24. Склонности к педагогическому труду у Ольги Васильевны Королёвой были с самого детства. Тогда ей нравилось играть в учителя, объяснять материал, писать на доске. Осознанный выбор профессии в пользу педагога Ольга Королёва сделала в старших классах школы. В это время она любила читать и узнавать новое, поэтому с головой окунулась в историческую науку. На решение связать свою жизнь с преподаванием повлиял и любимый учитель Татьяна Петровна Афонина. Она стала для будущего историка путеводной звездой и мотиватором к деятельности. Да, в своей деятельности, конечно же, ориентировалась на то, как преподает предмет Татьяна Петровна. И основные качества, которые бы я хотела выделить, это целеустремленность, постоянное желание действовать и умение так преподнести тему, что хочется узнать дополнительно что-нибудь по этой теме, то есть заразить этой темой. Хотя Ольга Васильевна и приняла лучшие черты своего учителя, но за время преподавания выработала собственные стиль и приемы. После школы Ольга Королёва закончила Нижегородский университет Лобачевского. В 10-й школе Ольга Васильевна Королёва работает учителем истории 10 лет. Вспоминает, что первые годы преподавания были волнительными и сложными. Сложными в каком плане? В плане становления. Это горящие глаза детей, оправдать их ожидания, которые они закладывают. И в дальнейшем это будет тоже отражаться на их отношении к предмету. Ну и здесь, конечно, поддержка коллектива. Все трудности можно преодолеть, когда тебя поддерживает коллектив школы. Одним из главных направлений в своей профессии Ольга Королёва считает самосовершенствование. Педагог сам постоянно учится новым методикам, приемам и технологиям, чтобы урок истории был мобильным и живым. А ребятам было интересно учиться. С учениками Ольга Васильевна работает в сотрудничестве и постоянном диалоге. А главной движущей силой своей профессии считает любовь к детям. На уроке у нас, я чувствую, что как жизнь происходит. И вот эта деятельность, это постоянное движение, даже задумываться не дает о том, что можно уйти за этой профессией. К урокам истории Ольги Королёвой ученики проявляют живой интерес, высказывают свое мнение, дискутируют и обсуждают острые исторические вопросы. Но, как отмечает педагог, немногие выбирают историю в качестве предмета для сдачи экзамена. Светлана Ернова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24. Успешный дебют. Впервые свое вокальное мастерство воспитанница Ирины Оськиной Татьяна Губина проверила на международном конкурсе-фестивале «Волга в сердце впадает мое». Выступали перед профессиональным жюри впервые в жизни и Алиса Косицына, Варвара Надысина и Ксения Туваева. Варвара стала лауреатом третьей степени, а Алиса, Ксения и Татьяна взяли серебро вокального конкурса фестиваля. Было очень интересно посмотреть на их поведение, отношения. Это очень важно. Они друг на друга смотрели, они учились. Они учились на выступления тех ребят, которые уже имеют практику сценическую и конкурсную деятельность, которые уже имеют звание лауреата всероссийского и международного уровня. Это очень хорошее подспорье. Показали свое мастерство и опытные воспитанники Ирины Оськиной. Денис Савельев стал лауреатом второй степени в номинации «Эстрадное пение». Первое место присудили выпускницы отделения «Музыкальный фольклор» Дарине Кальвид в номинации «Народное пение». Мой родимый край, нет того, чьи есть, ты праздник мой, бродяк. Дарине также предложили поступить в учебное музыкальное заведение на вокал. Ансамбль «Горница» стал лауреатом первой степени в номинации «Ансамбли. Смешанный состав». Мне понравилось то, что ребята были едины. Это то, что необходимо для любого коллектива из нескольких человек. Вот одно целое. И в преддверии этого конкурса у нас были выступления воинской части, выступления перед зрителями саровчанами. Все это сподвигнуло к хорошему выступлению на конкурсе. На этом «Медальный дождь в душе едва» не закончился. Воспитанники Сергея Бельдюгина «Ансамбль Задоренко» стали лауреатом второй степени. А солисткам Екатерины Чичаевой и Ольге Забродиной присудили первое и второе место конкурса. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей и Саров, 24. Конкурс «Гитарный калейдоскоп» в этом году отметил свое 20-летие. Сначала он был областным, затем стал региональным и сейчас это соревнование уже всероссийского уровня. У истоков стоял профессор Нижегородской консерватории Алексей Петропавловский. И до сих пор он возглавляет жюри «Гитарного калейдоскопа». А члены жюри меняются каждый год. И в этом году очень почетно, что мы выступали перед Романом Зорькиным. Это очень сейчас талантливый, востребованный и самый лучший гитарист России. В жюри иметь такого представителя очень почетно. Детскую школу искусств номер 2 на конкурсе «Гитарный калейдоскоп» представляли ученики Ирина Федельман, Анна Гончарова и Денис Китин. И если Аню уже можно назвать опытной конкурсанткой, то для Дениса выступление стало дебютным. Я играл два произведения. Первое произведение Ронда Корули, а второе произведение Веницкого «Маленький ковбой». Я очень доволен, потому что я в младшей группе получил лауреат второй степени. Анна Гончарова на конкурсе также исполнила Ронда Корули и современное произведение Виктора Козлова «Баллада Елене Прекрасной». Девочка стала лауреатом второй степени. Результатом Анна довольна. Она была самой младшей участницей в старшей возрастной группе с 14 до 18 лет. Я обычно играю веселую музыку, грустную музыку. У меня плохо получается играть. Мне нужно выразить свои эмоции. Я по природе веселый человек. Поэтому Ронда у меня все на позитиве, все быстро, все стремительно. А «Баллада Елене Прекрасной» там больше о любви, спокойствии, о надежде, что-то о понимании. Сейчас воспитанники детской школы искусств готовятся к областному конкурсу народных инструментов. Он пройдет в ИКСе 8 апреля. Екатерина Опенова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей СОРО-24. После трехлетнего перерыва благотворительный фонд НОНС возобновил акцию по сдаче крови антипирования. Ее цель – пополнить федеральный регистр доноров костного мозга. Как заявляют организаторы, нижегородские акции по сдаче крови антипирования – самые масштабные в России. С 2015 года проведено 10 акций. Только в 2021-2022 году зафиксировано более 140 предварительных совпадений, не менее 10 реальных трансплантаций. В этом году в регионе кровь для регистра сдали более 800 человек. 26 из них – соровчане. Помогали в организации акции в нашем городе волонтеры, студенты Сарфута и Нияумифи. Мы не медики, но мы волонтеры. Мы пришли помогать, чтобы сотрудников не было так много работы. Мы ходим здесь, даем планки, подсказываем, что где заполнять. У нас две смены. Первая смена была утренняя с 8 до часу. Вот потом пришли мы. Напарник Артема Михаил Зрячев не собирался сдавать кровь. Решение стать потенциальным донором пришло внезапно. И вот спустя несколько минут в руках у студента сертификат о включении его в регистр потенциальных доноров костного мозга. В частности, в конкретной этой акции было решение спонтанное, но если вдруг кому-то понадобится моя кровь, я с готовностью, с удовольствием и пьюсь. Донорство костного мозга во всем мире добровольно, безвозмездно и анонимно. Безвредность и безопасность процедуры для здоровья донора подтверждена статистикой более чем миллиона трансплантаций, проведенных за последние 40 лет. Трансплантация костного мозга – нередко единственный и последний шанс на спасение жизни ребенка или взрослого, имеющего гематологическое или онкологическое заболевание. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей СОРОВ-24. О чем разговаривают между собой скрипка и рояль, баян и аккордеон? О чем спорят барабан, вибрафон, гитара и синтезатор? Об этом узнали юные зрители, ученики начальных классов на филармонии школьников в ДШИ. Ежегодно в дни весенних каникул этот концерт проводят преподаватели и воспитанники ДШИ для того, чтобы познакомить детей с музыкальными инструментами. Филармония школьников дала старт приемной кампании в детской школе искусств. С 17 апреля начинается прием заявлений от родителей, будущих музыкантов, танцоров или архитекторов. Все отделения у нас остаются те, которые были в прошлые годы. У нас отделения архитектуры, исполнительские отделения, это игра на музыкальных инструментах, баян, аккордеон, синтезатор, ударные инструменты, фортепиано, вокал. Очень большим спросом пользуются. Также хоровое пение. В последние годы очень большой ажиотаж на эту программу, так как у нас работает замечательный педагог. Востребовано и хореографическое отделение. В следующем году коллектив педагогов-хореографов пополнит новый преподаватель из Москвы. Для него будут набирать новый первый класс. В детской школе искусств реализуются две программы обучения – предпрофессиональная на 8 лет и более короткая общеразвивающая. Конечно, в данный момент и в данное время мы больше ориентированы на предпрофессиональные программы, чтобы дети хорошо научились, качественно играть на инструментах, рисовать и танцевать. Ну, как правило, родители просто пишут заявление, а уже на приемных испытаниях мы смотрим, куда определить ребенка на ту или иную программу. Родитель, как правило, выбирает инструмент либо направление – рисование, танец, вокал. До 30 мая детская школа искусств принимает заявление от родителей. В начале июня детей пригласят на вступительные испытания. Подробную информацию можно найти на сайте детской школы искусств в разделе «Поступающим» и по телефону 98400. Екатерина Опенова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24.